На нескольких сотнях страниц история развития крепости в период с 1876 по 1915 годы. В книге собраны редкие материалы из архивов и музейных фондов Варшавы, Бреста, Москвы и Санкт-Петербурга. Готовилось издание порядка трёх лет. Белорусские и зарубежные специалисты провели масштабное исследование документов и инвентаризацию множества объектов. Это не центральная часть крепости, неизвестный всем мемориал. Речь в книге идёт о фортах. Когда в 2013 году мы вообще начали заниматься Брестской крепостью, осознали то, что мало кто вообще понимает, какие объекты, кроме мемориального комплекса, остались в крепости, в каком они состоянии, ну и дальше уже, конечно, что с ними делать. И для этого мы запустили так называемый процесс инвентаризации и документации. То есть, с одной стороны, мы начали натурные исследования тех объектов, которые не входят в зону мемориального комплекса. И, кроме того, начали исследование в архивах. В издании скомпонованы уникальные данные о крепости за обозначенный период. В будущем исследовательская группа планирует изучить этап остановления цитадели, предшествовавшей 1876 году. А потому готовое издание предусмотрительно имеет порядковый номер 3 – третий том. Так оказалось, что материалов, которые мы обнаружили и которые мы собрали, оказалось гораздо больше, чем мы предполагали изначально. И поэтому мы так для себя поставили такую задачу, что мы вот в будущем планируем издание трех томов. И сейчас выпускаем том 3. Потому что, как оказалось, вот этот фортовой период, период модернизации – это наиболее… Ну, тот период, который мы наиболее полно изучили. «Атлас в цифрах» – это 54 карты проспектов и планов крепости 63, современных фотографий и более полусотни исторических снимков. Книга наверняка будет интересна ученым и краеведам, специалистам по охране наследия и архитекторам, музейным работникам и просто людям заинтересованным – горожанам, туристам, посетителям. Это некоммерческий проект, и мы на данный момент не планируем продажу этой книги. И, с одной стороны, это, конечно, огорчило всех желающих, но мы продумали возможность, что сейчас, до середины февраля, любой желающий, заинтересованный, может приобрести эту книгу как подарок, если он сделает пожертвование через краудфандинг, организованный такой платформой, как «Улей». То есть вы заходите на «Улейбай», находите проект «Атласа Брестской крепости» и выбираете ту сумму пожертвования, какой бы вы хотели поддержать проект. Все вырученные деньги пойдут на дальнейшую исследовательскую работу и создание второго тома, а как благодарность одним из вариантом может являться получение этой книги. Официальная презентация «Атласа» состоится в Минске ближе к концу января. В Бресте, вероятнее всего, в феврале. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.